ты прешь как танк ты над ними всеми смеешься все вы ничего не понимаете все что сейчас пожелаешь я исполню смейся быстро смейся сколько скажи пожалуйста в месяц заработать с рекламы на веселом христиане три характеристики христианского юмора бог на меня смотрит и он говорит красава покажи мне шутку который ты считаешь перебором то есть ты меня судишь ты попадешь в ад за это понятно привет дорогие друзья сегодня мы рады вас видеть на нашем канале это абсолютно новый формат для нас для вас но мы надеемся что он вам как сейчас любит говорить зайдет потому что мы будем приглашать сюда самых интересных людей и мы будем обсуждать очень интересно порой такие вот острые темы которые будут полезны необходимы для христиан и мы вас приветствуем на нашем первом христианском подкасте который называется тебе решать сегодня друзья у нас потрясающий человек очень яркая личность действительно человек которого я узнал не так давно потому что сам связан с ютубом не так давно до соцсетями но как только я о нем узнал я сразу понял что этот человек очень такой вот необычный очень талантливые это сразу так вот комплиментов я накидываю нашему другу и сегодня говорить мы будем друзья о теме допустимые грани христианского юмора а в гостях у нас никто иной как веселый христианин привет привет всем христос воскрес я очень рад что вы пригласили меня сюда я не знаю куда смотреть какую камеру ты можешь смотреть на меня дорогой да ты смотри на меня то я типа как поприветствовал наших друзей кей да теперь мы друг на друга смогли до очень красивые глаза спасибо служи от такого колоритного мужчины я еще таких комплиментов не слышал потрясающим и так дорогой мой друг так интересно что по сути я и имени может быть я и знаю где-то глубоко в душе да твое имя уже но насколько я знаю что твое имя практически никому не известно и это наверное задумка такая скажи пожалуйста просто почему ты скрываешь и свое имя а я думаю что есть только одно имя которое мы должны любить больше всего это имя иисус мое имя зачем она вообще кому-то нужно вот имя иисус это лучшее имя которое мы можем помнить вообще в жизни звучит здорово очень правдиво я бы сказал для кого для тех кто еще не в курсе наш другой друг веселый христианин он ведет очень активную деятельность в инстаграме у него свыше 40 тысяч подписчиков если быть точно то сорок четыре тысячи семьсот на данный момент и каждый его пост и он весьма популярен он подымает немалый такой вот резонанс в обществе христианском есть много очень лестных комментариев есть много прям таки обсказал злостных таких вот комментариев в общем поднял ты немало шороху в интернете скажи пожалуйста вообще когда впервые родилась эта идея и какова ее цель аккаунта и веселый христианин это было два с половиной года назад я сидел дома и почувствовал что хочу смеяться и создал страницу в инстаграме и подумал что хочу смеяться потому что я вижу какие-то вещи в христианстве которые просто смешные это не касается богатом или его святых вещей это просто вот смешные вещи по жизнь жизненные христианские вещи поэтому я подумал я хочу смеяться и начал смеяться выкладывать шутку за шуткой и вдруг она начала что-то происходить люди такие я тоже хочу смеяться и таких вот 40 сколько там тысяч сорок пять процентов тысяч пришло людей хотят все смеяться вот там уже не только верующие привет всем артеистам люблю вас целую твоя любовь просто слушая на вот такая прям искренне точно так же как и весь твой посыл я бы сказал но это здорово это здорово то есть по сути цель была насколько я понял просто чтобы показать что верующие люди они тоже умеют веселиться да знаешь проблема то в чем что на самом деле я не сделал что-то новое я я не открыл какую-то там америка я сделал просто то что было в других людях мы же мы же не такие что такие не смеялись не смеялись тут появился аккаунт веселых христиниц и таки о все теперь можно смеяться и вдруг все верующие начали смеяться такого не было все смеялись просто локально между собой как-то шутили что у нас христианство это же такой это целый мир это такой мира где у нас есть свои какие-то вещи очень похожие очень знакомые которые не могут понять люди этого мира и поэтому и в этих же вещах есть и юмор то есть такой субкультурный можно сказать и поэтому да получилось так что все начали понимать что это смешно это может быть и начали меня любить их и некоторые начали меня тоже не любить ну разные есть конечно хорошо скажи пожалуйста вот с твоего позволения мы сперва немного личной жизни твоей коснемся мы поговорим сейчас и о самой интересной для людей теме так вот вскользь да потому что все-таки основная наша тема это юмор христианский юмор но когда речь идет например о деньгах да о заработке каком-то но тут как бы все сразу больше всего внимательные слушать больше всего поэтому я не буду отрицать что я пользовался услугами рекламы на аккаунте веселый христианин поначалу я тебе скажу откровенно прайс-лист весьма такие приличные на фоне других наших дорогих друзей которые также имеют свои аккаунты в инстаграме и продают там рекламу скажи во первых ну почему так не дешево и потом вопрос следующий наверное он уже многим понятен но чуть позже его задам сколько тебе варишь но я скажу почему такая цена на самом деле цена это вообще я брал откуда цену от верблюда это понятно между пустыне живешь да да вот как била когда я начал вообще только вел рекламу первые рекламодатели которые били это был женя войт с holy spirit night когда они только первый раз сделали и это христианские такое мероприятие и у меня было 10 тысяч подписчиков вот только-только и реклама стоила 150 гривен 150 гривен лента в ленте это очень дешево вообще и потом я подумал окей и подписчики растут люди растут и помимо всего появляются люди которые мне пишут можешь пожалуйста рассказать обо мне я а я пишу рэп и я пишу там ну да безусловно и таких очень много очень много людей мне пишут я подумал я же не могу всех выкладывать это будет ну все это не будет уже веселых христианин будет просто этот барахоль к там где можно продавать и покупать я вел просто немножко такой фильтр ценовой а рассчитывая цену подписчиков по отношению к ну к денежке вот я понял то есть это своего рода тоже такая фильтрация да на тех людей действительно фильтр это действительно достойный высветится в твоем такому дорогом аккаунте ok но фильтр это не фильтр но это и средство заработка так точно ты весьма честен в этом и ты этого не скрываешь что ты зарабатываешь на этом сколько скажи пожалуйста выходит вот в месяц заработать с рекламы на веселом христиане отбивают разные дни но в среднем где-то получается зарабатывать но от 15 до 20 тысяч гривен это немного для меня ну это немного для аккаунта стаки с такой количеством потому что реклама на самом деле она не очень большая часть тем более апрельские скидки вы используете но где-то 15-20 тысяч гривен 15-20 тысяч гривен наверное сейчас ребята подростки которые нас могут слушать думает ничего себе это ж неплохо так кстати наверняка поэтому и хотят многие создать себе также но не у всех получается у тебя получилось просто а знаешь и что меня мне некоторые пишут почему ты не хочешь выложить меня ты же ты что бизнесмен почему ты не служишь я же служение хочу свое показать я же хочу людям помочь хочу спасти людей от их ты кто-то такой алочный но на самом деле я вкладываю свой труд туда я складываю свое время и для меня ты тоже ну есть как бы мне нужно за это кушать поэтому это не основной мой заработок что бывает и не 15-20 бывает 10 смотри вот сейчас эти перевью ты сказал это не основной мой заработок скажем с дополнительного вот какого-то твоего дохода если было бы интересно конечно узнать что это за доход да и сколько ты имеешь дополнительного в данный момент мы находимся в режиме карантина на момент съемки и бизнесе которые били у меня ну они то есть остановиться сейчас не работает поэтому есть другие бизнесами открыли один из бизнесов это то что мы делаем мы подумали было бы хорошо людям все находить должны масках и мы подумали было бы хорошо сделать что-то чтобы люди могли ходить масках только еще и об этом говорить поэтому мы иначе выпустили маски псалом девяносим уши продемонстрировать собственно зарям и мы разыграем парочку таких с нашими с нашими дорогими подписчиками очень она очень хорошо прилегает к лицу и она очень качественная поэтому подумали что будет хорошо чтобы это было ну это один из не буду все говорить но просто я думаю так что знаете мы как христиане деньги это средство для нашей жизни для помощи другим поэтому я открыто могу сказать что я не просто эти деньги трачу только на себя но они помогают другим людям хорошо прекрасно сколько тебе лет мне я честно не помню до конца вот потому что где-то когда мне уже исполнилось 18-20 я уже начал терять возраст и сейчас до конца не могу даже цифру тебе сказать честно забиваю просто реально около около 30 может быть меньше может быть больше окей хорошо какой твой любимый фильм мой любимый фильм да окей из последних которые я смотрю вообще давай начнем с более простого из христианских и срис окей мне очень сильно нравится фильм называется что ты там проблемы я не помню изменяешь меняющие время до очень приchodzi я посмотрел три раза это единственный христианский фильм которая поставила три раза изменяющий время очень он очень хороший это не комедия но хороший фильм как ты относишься к нехристианским фильмом очень нормально но просто нужно уметь смотреть правильные фильмы я думаю правильно смотреть нужно уметь на любые фильмы про уметь нужно смотреть правильные фильмы замечательно звучит хорошо я так понимаю ты любишь комедии их очень мало вообще люблю на их очень мало очень ну-ка который действительно хорошо можно тебя не что такое комедии люди от последние это комедии который тебя смесь быстро смесь вот так вот как будто бы чувствую что те заставляют смеяться я люблю от комедии которые они шутят и ты смеешься но ты не чувствуешь что на тебя давят чтобы ты ищу смеялся вернее это старый комедии мне очень нравится они очень такие смешные новые где там ниже пояса шутки вот эти знаешь абсурдные группы я их не люблю окей еще пару буквально вопросов вот таких вот которые мне нравится очень умные фильмы фильмы где там есть ну мозг где мозги есть вот такие хорошо это может бить не не юмор да понял замечательно судя по тому что тебе нравятся умные фильмы тебе нравится еще и книги наверное читать да я я люблю книги кроме библии какая твоя любимая книга а их 33 которые очень сильные повлияли на мою жизнь и можно и говорить конечно первая книга это она называется самые счастливые люди на земле очень мощная книга это биография человека который служение из бизнесмена маленько маленького вирус нам очень большое очень большого миссионерского такого деятельности самые счастливые люди на земле доброе утро святой дух она может быть не для всех но она очень меня коснулась и в начале в самом показала мне как отношение с богом строить и так далее и третья книга которая мне очень сильно понравилась называется успех ячечных малых групп почему это да ты спросишь но я знаю что малая группа и думаю как и большинство из наших зрителей что-то наверняка там супер вдохновляющий когда почему она попала в твой топ-3 потому что она связана с моей деятельностью я веду пустыню церковь пустыне и мне нужно было ворона организовать группу чтобы он с маленькими там воронятами как ты сами били вместе больше всего у тебя получается рассказывать мне кажется про воронов про их жизнь вот этих маленьких про больших это прям у тебя так и естественно природно получается супер хорошо скажи пожалуйста вот этот образ твой ты когда-то приходил в нем в церковь не в твою пустынную я думал честно сделать рейд по церквям один по церквям в таком но потому что тебе сдержала меня сдержала то что другие люди могут не понять что происходит то есть подожди ты получается вот честно тебе скажу я смотрел некоторые там интервью с тобой до которые пытались сделать и мне показалось что ты абсолютно вот такой без границ знаешь ты абсолютно нет не думаешь вообще о людях с точки зрения как они подумают а здесь ты говоришь что тебя ну вот насторожило ты позаботился об их эмоции об их чувствах вот как это у тебя вот граничит с одной стороны ты действительно такой вольный пустынный и в то же самое время ты говоришь что думаешь о людях эмоциях конечно я люблю людей знаешь по поводу вопросов есть шутка 1 какие жены это из какие ребра такие жены знаешь и какие вопросы такие но убили ответы иногда и поэтому если копнуть глубже то конечно я по я уважаю вообще людей я не приду в этом костюме православную церковь чтобы там в костюме просто что-то делать я очень уважаю людей поэтому для меня есть граница граница я не могу высмеивать конкретного человека над ним смеяться ты прям снимаешь вопросы до с моих уст это здорово мне знаешь я думал когда вот мы тебя пригласили я думал после нашего с тобой общения вот у тебя подписчиков по прибавится или убавиться с твоего аккаунта ты как считаешь я думаю что они постоянно прибавляются и убавляются поэтому я даже не могу сказать но я не скажу так что мне кажется что люди которые смотрят для них это супер необычно я для них какой-то супер очень странный и они говорят это big russian boss на минималках кто-то пишет сейчас прямо я вижу и чувствую как ты пишешь этот комментарий когда я пришел я думал об аврааме я подумал есть авраам он очень красивый у него борода волосы я подумал это я хочу так тоже одеваться и одеваться потом не сказал тебе как рашен босс и я для вас очень странный но на самом деле общайтесь со мной дружите и вы поймете что я хороший я люблю людей все-таки big russian boss понятно с авраамом тоже разобрались вот все это где-то образы эти витает но ты черпал все-таки свое вдохновение с библии насколько я понимаю вот вдохновение образа твоего юмора вот этого ворона так это конечно абсолютно я я не смотрел на аналоги которые есть в этом мире я всегда я смотрел на библию я и родился в библии получается это все родилось из того чем я наполнен я слыхал что ты считаешь что юмор это не природный дар с рождения это то что набывается да с опытом каким-то скажи в твоем случае это действительно так и что нужно для того чтобы вот развить свое чувство юмора харизма это то что дается человеку с рождения то есть темперамент он может быть ультра харизматичный или нет харизматичности но юмор как это навык то есть это способность внутри генерировать ну шутку то есть и он же его его очень много юмора то есть абсурдный там ситуативный юмор очень много просто когда ты общаешься с людьми которые умеют шутить у меня просто были такие люди и мы с ними дружим общаемся и мы шутим и ты понимаешь какие шутки плохо какие хорошо ты ты уже понимаешь как строить но я считаю что юмор это отражение интеллекта то есть если твой есть мне очень нравится интеллектуальный юмор но его очень мало кто понимает и поэтому я им почти не шучу я по раз шутил никто не понял я подумал не буду больше так делать и не шучу спасибо что ты не шутил со мной потому что я мог бы выказать наверное свою некомпетентность в этом и ты меня перестал уважать я не то чтобы я супер интеллектуальный там сижу тут такой все вы ничего не понимаете нет конечно я к тому что просто часто этот юмор он такой постероничный вот и поэтому не все люди могут понять где шутка где не шутка бывает что вот просто вот и от вот юмор сейчас я скажу шутку ее не поймёт 90 процентов людей скажешь ты супер не смешно но она мне нравится шутка такая значит какой ник а должен бить у человека чтобы его считали христианином просто это не отвечает допустим ответил я говорю так петя только подожди что я забыл эту шутку нормально потому что я смеялся с того как-то долл эти десятник 5 десятник там что-то с ником было я не поняла там хорошего расчетка поверьте она смешная вы просто не поняли еще страшно если на монтаже мы посчитаем что это было не смешно мы вырежем не переживай мы не будем подкашивать твой нет это нормально нормально все вот хорошо последняя попытка последний давай в общем куда попадают лимон и после того как и их использовали ну вот лимонад ну слушай но нормально но мне кажется эту шутку поймут очень много людей почему ты так но он поверь мне папка по количеству лайков не все люди серьезно мне кажется просто они привыкли к другому твоему юмору более еще более тонкому который как раз как по мне менее понятен чем это потрясающе хоть и детская шутка но смешная хорошо скажи пожалуйста теперь давай будем касаться потихонечку таких вот моментов которые связаны в принципе вот с христианством с юмором ты думаешь что христианин он должен быть веселым вот и веселый христианин понятно вот я как христианин я должен быть веселым и если я не веселый то у меня какие-то проблемы есть в моем христианстве или как это вот вообще в твоем мировоззрении я думаю что люди которые не умеют понимать шутку или не умеют шутить нас хотя бы над собой они очень сильно воспринимают серьезно все что происходит в их жизни и почему я не считаю что человек должен быть легкомысленный тупо ветер не такой человек который только смеется и у него нет ничего серьезного это плохо тоже я считаю что ты просто должен знать когда тебе нужно смеяться знать где ты можешь пошутить должен быть время где ты плачешь и время где ты смеешься но при этом когда ты умеешь просто относиться к жизни к ситуациям ты умеешь быть веселым чаще всего воспринимать даже трудности с радостью тогда трудности тебя не будут разрушать ты будешь намного сильнее и продуктивнее в трудностях поэтому быть ли веселым бить веселым является ли это чем-то греховную не быть веселым является чем-то греховным конечно нет это опять же это только плюс в нашу копилочку жизни хорошо интересно смотри в каждом человеке вот каждом человека присутствует мудрость и глупость ну в каждом и двое как ты думаешь вот в тебе чего больше вот реально окей сейчас будет конечно же субъективно оценочное осуждение от меня я не могу сказать что я глупый потому что ну это объективно я умею хвалить себя это правда могу подчеркнул меня конечно есть я знаю свои слабые стороны я очень импульсивен могу быть поспешный на какие-то выводы на эмоции но при этом наблюдая за своей жизнью могу сказать что большая часть своих решений принимала но они были хорошие ну либо плохие но я умею из этого выбрать хорошее что является тоже мудрость да то есть по твоему субъективному мнению я в принципе с ним наверное согласен ты более мудрый чем глупый мне так кажется да я такой текст интересно читал ты знаешь и вот размышлял в над собой в этом плане ты можешь сейчас поразмышлять и над собой тут написано экклесиаст пишет соломон до сердца мудрых в доме плача сердце глупых в доме веселья наверное мы с тобой сейчас в доме веселья больше но как-то грустью здесь не пахнет особо плачем тем более скажи вот что подразумевал сам он он противоречит то есть мы ему противоречим сейчас либо он подразумевал что-то другое как ты думаешь я согласен полностью соломоном что как сердце человеку мудрый который находится в доме плача и те глупые которые в доме веселья в чем разница этих людей заключается в том что человек который находится в доме плача который проходит через трудности он генерирует этот опыт и потом выходит ну сильным а те которые постоянно вечерние он ничего не понимает он дыр к нему приходят трудности он один раз ударился головой об стену потом подумал о прикольно больше не буду биться об эту стену идет такой может быть еще разок удались и еще бьется так всю жизнь бьется головой не делая никаких выводов что он веселиться ему все все равно мне кажется что соломон говорил о том что нам очень важно понимать что не забыть ветер я могу кстати я и на я могу сказать что когда человек проходит трудности то он становится мудрым но он плачет и его сердце там становится мудрым потому что эти трудности как говорит библия она нас закаляет формирует нашу веру окей спасибо кстати другой друг ты можешь сейчас написать в комментариях прямо сейчас какое твое мнение по отношению веселого христианина он больше мудрых или все-таки глупость там доминирует тебе решать можешь в комментариях написать думаю будет интересно в первую очередь тебе но помнишь то есть и меня судишь ты попадешь в ад за это понял но но замечательно слушай кстати насчет осуждения ты знаешь вот мне мои друзья выслали или сейчас уже будут посылать до такой интересный скринство его инстаграма и там есть такая фраза что тебе часто пишут я тебя не осуждаю но мне за тебя страшно и стыдно и это прям одна из любимых твоих обожаю ее просто до таких вот хейтерских фраз скажи пожалуйста вот почему именно эта фраза вдохновила тебя на ряд постов в твоем инстаграме это было смешно это был обычный день я проснулся захожу директ а там пишет мне что-то ты там плохой сакой такой и напишет на тип очень плохой как ты так можешь делать и не ты очень плохо делаешь и он и к и концовка я тебя конечно не осуждаю но мне за тебя страшно и стыдно и вот это вот фраза я подумал вот это супер круто то есть он меня уже как бы обозвал осудил меня и потому что я тебя и так делают много людей это не просто там я с одного человека ты просто взял соберись собирательный образ и эту фразу я подумал это же так и смешно и потом ее просто подставил на любые другие скажи ситуации расскажи тебе по нас вот реально тебе было смешно либо все таки она тебе немножко задело потому что как правило реагирует на то что за дело вот люди в интернете как раз вот и начал освещать это то есть ты абсолютно честен в том что тебе это рассмешило и все я я могу сказать что я не могу согласиться что совсем что за дело она либо тебя задевает негативно либо позитивно от меня это задело позитивно но это смешно но типа это смотри меня очень много людей писали мне плохо в директ на протяжении двух к и много людей которые писали хорошо их иного больше у меня уже иммунитет у меня нету и тем более что они хотят они хотят просто ну образ ну волос мой что бороду что они же не знают меня лично и поэтому конечно все что они пишут для меня это смешно потому что я так не думаю не говорит ты попадешь там ты атеисты чё грит и попадешь в ад я же так не думаю почему я должна обижаться это же неправда этом я говорю я не обижаюсь нет окей смотри что касается еще хейтерство да вот мы наткнулись на такого парнишку который называется невеселый грустный христианин грустный хорошо явно твой такой серьезный оппозиционер вот вас три один из наших таких вот любимых постов которые мы на скорую руку нашли ты тут такой прям серьезно еще у тебя был такой да чёрный да сейчас уже выгорело от солнца наверняка в пустыне там так смотри он пишет вот сколько смотрите сколько пафоса в нем очки тот кто носит темные очки я смотрю ты уже прислушался к нему один посветление мать скрывает греховные тайны своего сердца ибо если око чистоту и все тело чисто какие мысли интересные человека второе зеленые тапочки кроксы он специально выставил их чтобы похвастаться что у него есть деньги на кроксы это гордыня мамочки человек вообще сейчас будет не знать куда деться ты еще и сказал сколько ты с инстаграма зарабатываешь послушай бедный хорошо положение рук и тела он сидит как царь он слушал помимо твоего он еще наверное поклонник игоря войтенко сидит как царь сразу видно он хочет показаться выше чем он есть и 4 то что там написано под этим постом я вообще молчу не помню честно говоря что ты там написал в общем вот такой вот серьезный серьезный ненавистник твой скажи вот по-честному как ты к этому относишься что ты думаешь какие мотивы у этого парня или возможно он всю правду написал здесь достаточно хорошо такое тоже может быть почему бы и нет этот человек который хочет попробовать что-то сделать в своем как-то короче я думаю что это будет недолго потому что это не это смешного начали потом это становится не интересно вот но как бы то что у меня есть мой личный хейтер это очень приятно очень благодарен лестно для тебя между прочим у него уже почти 800 подписчик можно собрать целое сообщество таких людей реально и просто я всех буду направлять туда они будут как вместе знаешь у них будет своя группа и они будут но это такое что потом тебе жалко таких людей скажи если это человека серьезный то мне конечно ну жалко да а если он просто шутит так то ну как бы не жалко ну может чуть-чуть окей мне интересует еще меня еще интересует такой вопрос думаю что и наших зрителей есть бытует мнение что вот весь этот образ который ты создал весь этот юмор который сыт и создаешь также у себя в инсте это последствия твоей серьезной обиды на церковь ты вот теперь как бы ну подстегиваешь до издеваешься на какими-то моментами что ты скажешь по этому поводу я очень люблю церковь иисуса христа и являюсь ее активным дело делателем я не просто участник церкви я активный делать божьем царстве поэтому я люблю церковь и я не обижен то есть это слухи это слухи да окей спасибо люди с чувством юмора они менее вот ранимы в общении с людьми как ты считаешь у каждого человека есть сфера который его ранит он может быть в одной сфере сильный другой сильный тети сильный твоей личности в твоем случае это что у меня есть сферы которые меня можно но чаще незнакомые люди не могут ранить мне вообще то есть меня могут ранить только мои близкие близкие люди потому что от близких людей ты воспринимаешь совсем все по-другому все остальное все другие люди которые пишут не они как они могут ранить и мне даже их не знаю близкие тебе люди все очень позитивно относятся к тому что ты делаешь конечно они меня все любят поддерживают все все родственники смотри я знаю может быть у тебя я не знаю точно может быть у тебя есть но твои там бабушка да или дедушка пустынные назовем их так тоже верующие может быть как ты думаешь а вот они смотрят его внучок таким делом занимает как это весело как это радостно нет у них такого что вот не туда идет мой внучок о беда будет с ним ну скажем так что моя бабушка если ну моя бабушка которая из пустыни с пирожками она ну она конечно меня любит вообще всего она же видит не только меня как волосы борода она еще знает все что я делаю помимо волосы борода и поэтому она конечно меня любит ценит и я же не делаю ничего криминального или супер глупого я же не бегаю в трусах по центру города я же не ковыряю нас унием потом это все хотя подписчиков бы по прибавила тебе однозначно но это по-то дикий хайп который мне нужен ты кстати насчет хайпа в двух словах ты считаешь что ты не хайпишь нет я них а я никогда не стремлюсь хайпить и хайпить это брать какую какой-то повод и его постоянно ну на нем ну выводить это в абсурд чтобы тебя заметили я так никогда не делаю и будет не делать не буду потому что я могу взять какую-то тему и над ней пощутить ну какую-то но при этом я не буду вы этого ну на этом хайпится хотя мне кажется насчет коронавируса ты шутил неоднократно потому что делать да потому что момент карантина коронавируса появились просто новые смешные жизненные ситуации вот примеру одна из историй когда в 2019 году люди говорили онлайн церковь это плохо если ты будешь смотреть онлайн служение ты попадешь в одну или там ты будешь смотреть когда иисус придет тоже онлайн а потом пришел карантин и эти же церкви говорят дорогие братья и сестры мы снова онлайн вы можете подсоединяться к нам это очень смешно я помню это твой пост да я слежу за тобой порой как ты думаешь вот мне интересно твое мнение как я отношусь к юмору на твоем аккаунте но смотри я уверен что тебе не все понятно но если бы я был тобой то есть если бы я был сейчас олег а ты был бы веселых христианин я бы тоже не понимал некоторые вещи которые ты шутишь класс почему как здорово что сегодня не обо мне и мы будем я к чему почему так происходит потому что есть целое восприятие юмора ну вот я вот у меня много было случаев когда выкладывал шутку с вообще со своим пониманием этой шутки приходили люди говорили свое понимание и обвиняли меня в том что я то есть сделал то что я вообще не делай как я не думал потому что люди по-другому восприняли все чем больше твоя аудитория ты сам это понимаешь тем больше вот будет мнение конфликтов этих мнений вот и все да ты знаешь сто процентов когда речь идет о юморе то наверное тут поле для хейтерства как бы самое широкое тем более когда вот словосочетание христианский юмор да скажи пожалуйста вот ты действительно мечтаешь и дальше развиваться вот в этой сфере тебе не кажется что бог призывает тебя к более серьезным вот вещам что смотри вот я объясню вот и очень талантливый человек это мое мнение субъективное мне кажется что его разделяют достаточно много людей и я могу предположить гипотетически что бог вот сейчас вот сидит на нас смотрит на тебя в частности да на твой образ и думает послушать дорогой я же для тебя запланировал что-то более вот мощное что-то более серьезное почему ты тратишь свой талант именно на вот это что думаешь окей хороший вопрос как и все остальные в принципе смотри бог на меня смотрится нет это люди так смотрят и такие бог же для тебя запланировал что-то особенное большой бог на меня смотрит и он видит все что я делаю ну помимо борода его волос и он говорит красава ну так и говори я слышу прям как он не это говорит и поэтому хоть могу все что я делаю сейчас мне это супер нравится это очень весело но это прикольно то что это есть я считаю это классный я бы хотел это еще больше в какой-то шоу делать чтобы еще больше было хорошего качественного то есть контента где есть можно верующему человеку прийти и не смотреть и comedy club где там после шутит а что-то смешное что будет ну касаться его души из христианский стендап сделать где будет смешно но при этом конечно это не да если бы я занимался только этим я бы попросил господа чтобы он показал мне чем не заниматься потому что это не то чем я хотел бы всю свою жизнь заниматься и бить этим однозначно это просто юмор это фан это для того чтобы мы все еще ближе стали друг другу и смеялись но еще sorry но при этом это юмор который смотрят люди неверующие они им это тоже нравится потому что у меня очень много диалогов завязывается именно с теми людьми которые либо атеисты либо неверующие люди которые пишут мы с ними общаемся потому что для них это как такое поле непонимание что происходит да да то есть вроде бы как такой резонанс ты поднял да в том числе неверующие люди начали писать и я понял я понимаю смотрел вот когда слушал тебя то ты видишь в аккаунте веселых христианин отчасти как и миссионерское поле да такое потому что завязывается беседа с атеистами теми же и даже вот я помню твою фразу что ты говоришь тебе писали атеисты что это самый лучший христианский контент который они видели тебе не кажется что вот они видят в этом лучше христианский контент потому что как раз он не похож на христианские знаешь я вот почему почему так думаю что каждый человек как которого есть канал или там аудитория напишет эта аудитория найдется один атеист который напишет я это лучший контент который виду ну у любого человека потому что просто ему нравится твой контент это не значит что ты действительно лучше это не значит просто чеку понравилось и все он сказал свое объективное мнение оценочное осуждение и конечно я ну я не претендую вообще на то что мой контент это что-то вот прямо делать и так и не делать и не так если бы почему появился интерес к веселому христианину потому что было очень много серьезного контента это хорошо что он есть спикеры люди которые проповедуют картинки где пишут там жатва пришла и там на фоне там полей очень много но не было смешного и поэтому появился в х и все-таки о веселый христианин это прикольно и все начали и я получается просто дополнил нашу христианскую жизнь юмором но при этом все остальное тоже имеет большое значение хорошо хорошо здорово смотри такой легкий вопрос для разрядки ты в среднем сколько как часто выкладываешь свои посты в инстаграм я стараюсь выкладывать два три раза в день на три раза в день именно шутку до 23 раза в день и достаточно вот такого хорошего юра кстати вот мне еще интересно оцени свое вот качество юмора как ты считаешь под по десятибалльной шкале все где-то опять я объясню почему когда ты много постишь качество юмора теряется вот смотри вот в этом ракурсе как раз вот сколько нужно времени чтобы подготовить не на 5 баллов да там она девяточку хотя бы вот пост такой хороший знаешь и тут нету времени тут если атмосфера как это создается смотри мы с ребятами с друзьями обсуждали да есть какие-то там уже шаблоны наверно да но в целом самый классный юмор который ты считаешь вот он как рождается это обстоятельства ты вот где-то видишь эти образы возможно ты черпаешь с не христианских источников примеры а потом это адаптируешь христианство как это происходит очень много это ситуативный юмор очень много всего но при этом из-за того что это уже два с половиной года я перешутил на все вообще возможные темы там тысячу почти 2000 публикаций очень много и шутил я шутил и на сына пастора уже надоело шутить там там что ты сын пастора иначе все девушки будут твоей церкви и ну на все я шутил на все что можно и поэтому конечно у тебя уже есть просто ну осторожность к что ты приходишь новая аудитория и есть такое понятие как баян ну ты понимаешь да и те кто на рассмотре тоже типа очень заезженная уже шутка и я не хочу выкладывать хотя для новых людей это будет очень смешно а для меня это уже внутренняя борьба ну типа такой баян зачем это сшутить хотя другие кто сейчас там выкладывают у себя эту же шутку все с этого типа смеются типа ха-ха-ха хотя я так уже шутил 500 лет назад и вот для того чтобы генерировать хорошую качественную шутку то конечно сейчас это эта борьба с самим собой внутри меня типа шутить на эту тему или нет поэтому я чаще всего просто нахожу атмосферу и шучу ну так вот страсть не боишься что ты перегори что ты вы горишь вот искал уже так много постов столько всего может быть наступит вот послезавтра тот момент когда ты сядешь думать юмор какой-то и поймешь что все конечно такое может случиться абсолютно но по крайней мере пока у знаешь как бывает бывает я просто в течение дня замотаюсь и понимаешь что мне нужно что-то пошутить в запасках уже ничего нет и ты такой думаешь о чем пощутить и начинаешь просто просто старую какую-то ну уже шутил так думаешь ну пошучу так бывает такое я понимаю что конечно я могу перегореть и и в начале бы х он намного быстрее поднимался сейчас я чувствую все равно аудитория уже привыкла ко мне и она по-другому не воспринимать поэтому возможно я что-то я думаю чтобы еще что-то создать прикольно смотри вот мне кажется я по не спроси неспроста спросил о качестве точнее о качестве даже а о частоте до постов от качестве в том числе да смотри вот тебе не кажется что вот это вот частота она влияет не просто на то что порой не настолько смешно как тебе бы хотелось а что порой она вот не настолько глубоко вот не настолько знаешь вот действительно по-христиански возможно я сейчас объясню что имею ввиду под христианский у меня нету среди моих друзей нету человека который бы ни разу не сказал что вот это перебор ты наверное это слово перебор даже вот эмси перебор дайте мой это рэпортист моего лейбла это слово для тебя более чем знакомо она среди моих знакомых нередко звучит в твоем направлении то есть вот это перебор я тебе искренне скажу в моей голове но тоже звучало я на тебя подписан я смотрю и ноут я смотрю на пост перебор вот это классно а вот это перебор как тебе кажется у тебя не слишком много вот перебора в твоем юморе я должен я всем кто-то говорит примеру я говорю покажи мне шутку который ты считаешь перебором смотри я тебя сразу здесь перебью мы пару скринов сделал я те более чем скажу что мне в личку пишут ребята с просьбой снять видео на тему юмора христианского из тебя в пример ставят из такие более сейчас мы нашим друзьям покажем вот когда все пошли на карантин да например это очень смешно очень смешно да для многих это достаточно кощунственно там почему почему а для тебя это не хочу дать не скажи что перебор для вот это перебор я на узк про для меня да для меня это граничит с перебор этим так скажу я тоже думаю не только о себе как правило поэтому мне кажется что это действительно может ранить немало количество людей которые в этой картине видят какую-то но не то чтобы святыню но то с чем лучше не шутить вот почему тебе кажется абсолютно не за не то чтобы не зазорным абсолютно не кощунцами богохульным вот вот эта шутка почему мне она смешно потому что там из всех людей которые били остался только иисус это мощно он типа не боится карантина он остался как ребята куда вы ушли я жду вас кушать давайте я буду с вами они ушли за забоялись убежали и поэтому для меня это не просто перебор это шутка ну имеется еще глубокий смысл на самом деле вот именно вот это шутка хорошо кстати дорогой друг ты можешь писать свое мнение сейчас здесь под в комментариях под этим видео на этот пост а также на другие которые ты будешь видеть тебе решать перебор это или нет еще парочку с твоего позволения пожалуйста я люблю когда может быть будет таких слов и немного здесь смотри вот такой вот интересный у нас есть когда ты рядом с православными священниками поставил главного героя из фильма гарри поттер с метлой но как бы я честно не помню все комментарии не читал но тебе не кажется вот это неуважение да к православной вере например что ты ставишь рядом что-то такое вот как раз с волшебством с сатанизмом то что у многих ассоциируется ты поставил рядом со священником но вот сам гарри поттер я честно скажу я его очень долго не смотрел всю свою сознательную жизнь потом просто один момент я подумал мне просто все говорили там посмотри гарри поттер посмотри я думаю посмотрю гарри поттер посмотрел первую поставил все части и меня реально чуть не блевану извините всех кто любит гарри поттера но там было настолько много волшебства ну вот этого колдовства всего ну и опять же извините всех любит гарри поттера вы его любите это это перебор на самом деле типа я вот посмотрел его я подумал что это реально очень жестко но вот в данном данный шут почему это ну типа как бы вот это вот ассоциативный такой у меня юмор есть просто люди с метлой и я подумал ну как бы они как будто бы летают знаешь и играют в этот ну матч и есть типа гарри поттер который тоже типа и так играл и я подумал ну такая команда получится но не знаю это это такой абсурдный может быть глупый юмор но здесь я ну никак не затрагиваю тему православия хочу сказать один момент что ты знаешь я заметил когда ты шутишь баптистов про баптистов абаптисты обижаются когда шутишь про холизматов принять обижаться в аптиси такие ха ха вот это не перебор когда тещу ти штамм про православных все баптисты харизматы смеются православные такие штаны записаете что перебор будешь играть в ду propulsion выходит такой парадокс до что нельзя пошутить так чтобы все остались довольны и всем при этом было смешно можно пощутить так это но и но таких тем не очень но при этом я не я не в коем случае не вы смею именно вот этих людей которые там на картине их лиц это просто вот такая вот группа жил их конечно их не вы смеешь а тебе не кажется что ты православия в данном случае вы смею они на каким объезжей там не этот не на икону там поставил harry potter что он там на иконе летает на икону для тебя было бы перебор а если бы он летал на иконе конечно это было бы группа ну то есть а так он просто с ними стал с метлой хорошо хорошо команда спасибо смотри вот еще не такой милый постик да вот тогда губка боб я если бы у меня было больше времени я бы молился бог и вот так вот все весело интересно для тебя сравнивать здесь приравнивать бога с губкой бобом это не перебор насколько я понял раз ты выложил почему смотри здесь очень важно понять что такое ассоциативный юмор это не юмор который то есть это не это юмор который связан с ассоциацией к примеру библии бог назван голубем типа я сейчас выложу голубя и скажу это бог все скажут ты нужд что ты своему уме какой-то бог библии написано что дух святой это прообраз он как голос спустился и он и ветер он и огонь он в библии очень много из образов то есть ассоциации здесь примерно тоже просто картинка подходит под ассоциативно что есть просто он как бы такой смотри что ты делаешь там instagram там мусорник там это просто это ассоциативный юмор он никак не говорит что губка боб это иисус христос конечно если бы я написал что губка боб это иисус христос давайте будем ну поклоняться ему это да да ассоциативный юмор хорошо хорошо интересно смотри еще такой вот я так помню он один из таких серьезно нашумевших да да вот это прям вообще от меня стремно так много людей отписалось от меня из этого очень много человек 200 наверно мороженое сюрпризом послушай вот кстати этот это твоя идея ты сам это как-то вот так вот фото на фотошопе либо же это ты где-то взял подставил объяснить вот это вот можно я здесь именно расскажу да по и поводу этой шутки я здесь у меня здесь тоже двоякое ощущение когда я ее выклад и это не я делал фотошоп мне скинул парень говорит посмотри я думаю в суши прикольная идея для евангелизации на типа мороженое и там он кушает человек и там типа крест на котором иисус христос распят и люди могут видеть как евангелие можно было бы раздавать это мороженое людям и пробку типа проповедовать я подумал прикольная идея и я такой велосипед смотри ребят смотрите как вам идея и вот с этого момента я там такое начали там пишите под ну и там очень много хейта было что я там богохульник что иисуса нельзя на мороженое вешать ну это настолько просто я взорвал мозг и я удалил эту шутку я под я удалил ее а потом не стало не по себе по той причине что я получается повелся на то что другие люди то есть они сказали мне что я виноват в том что мы в чем я на самом деле не виноват я выложил ее еще раз эту шутку типа чтобы не из не вести на поводу у этих людей просто это мой был принципиально это принципиально и возможно это неправильно но я здесь согласен она очень двоякая то есть вот здесь у тебя как бы ощущение перебора вот она есть я могу сказать что я могу понять почему люди могут подумать что это перебор но я не думаю что это перебор если это как идея для евангелизации вот смотри ты сказал что там даже удалил да потом опять выставил принципиально было ли у тебя такое что ты вот выкладываешь пост а потом не просто люди там пишут потому что мы уже разобрались да в том что то что пишут люди тебе она но ты это слышишь ты это читаешь но но тебя не ранит как минимум а как максимум ты очень легко к этому относишься и не реагируешь как-то не ведешься да на вот эти вот комментарные провокации по поводу влияния духа святого внутри было ли у тебя такого что вот ты выложил и совесть так вот потихонечку гложет тебя и говорит веселый христианин не нужно было там удали этот пост да конечно я удалял такие посты где-то раза 45 за все время я выкладывал и я удалял у меня был случай один связанный с людьми чтобы люди не думали что я прямо такой амбициозный принципиальный без случае я выложил один одну шутку там пара женщину к я от меня тоже тогда много писалось людей там суть такая типа идет бит рэп бит и женщина просто типа ну типа молится очень громко интенсиве получается что как будто бы она рэп читает ну как подбит молится я но эта женщина то она пятидесятница вот я и выложил и там очень этот смеялся кто-то писал очень плохо потом я взял эту женщину и вместо ну музыки бита типа основная претензия была в том что я молитву на музыку на бит на рэп на накладу это грех я тогда взял эту же женщину и наложил ее на на инструментальную легкую музыку и сказать чем разница ну типа где разница и через время мне написала девочка сказала что она родственница этой женщины и но им не очень приятно и я подумал что действительно это неприятно для нее потому что кажется что мы ее висмеиваем и я удалил этот пост я я согласен что я не имею права высмеивать людей или неправильно хорошо я попросил прощения у нас все больше слушают вот игры что ты тебе неприятно обижать людей и я так понимаю что ты считаешь что христианский юмор он не должен обижать людей кстати вот здесь очень важно подчеркнуть потому что я слыхал что ты рассказывал что юмором на самом деле очень тяжело обидеть очень много несогласия в этом есть даже честно тебе скажу у меня потому что я считаю юмором очень юмора можно уничтожить не просто обидеть ты можешь я что-то не так понял да наверное что это может быть может я не так выразился но я считаю что юмором ты можешь вообще разрушить жизнь человека просто его внутреннее состояние смотри вот такой вот пост очень слушай вот это перебор перебор реально это перебор потому что по факту там типа смешно что ну и сама суть того что есть человек его бью ну не как бы типа можно сказать это ассоциативный юмор но на самом деле это реальность было и я его не удалил при я его сейчас удалю прямо прямо сейчас я удалю этот мем и его больше не будет я согласен что он он реально перебор спасибо еще еще последний мы вот так вот рассмотрим хотят сушит творчество твое весьма серьезно и обширно и можно было много наверное обсуждать разных постов ну вот давай ты уже удалил да это понимаю вот я его я его прямо сейчас удаляю я даже его не архивирую я его удаляю друзья пока весело христианин удаляет пост который вызвал такой серьезный резонанс в обществе христианском мы хотим сказать что вы можете написать в комментариях какие посты по-вашему также на аккаунте весело христианина перебор возможно он что-то пересмотрит посмотрите что происходит прямо здесь нами в нашей студии человек понял что вот да нужно было что-то исправить исправил так что тебе решать друг напиши может быть это окажет очень благотворное влияние на развитие нашего дорогого гостя последний пост который хотел бы с тобой обсудить опять же таки хочу подчеркнуть что мы смотрим сейчас на христианский юмор в целом просто сквозь личность твою вот такую харизматичную да яркую потому что ну будем откровенно на самое яркое христианском обществе на фоне юмора смотри вот такой вот пост вот такой пост музыкальный там очень талантливый парень читает рэп и ты это ассоциируешь вот это чтение рэпа с снисхождением духа святого да как бы он на иных языках когда говорит тут у меня целых два вопроса по ход этому посту первое не кажется ли тебе как раз обидным со стороны некой конфессии до которые очень благоговейно относятся к понятию там иных языков что вот это для них это ну кощунственно отвечать же уже мы это первый вопрос я думаю что здесь может все что хочешь показаться как и на любом другом посте важно понимать что мы говорим про ассоциативный юмор у меня аудитория русскоязычная мало кто понимает английский язык когда я это послушал я ничего не понял но это было прикольно что там женщина такая вау и начну за это но ты читал комментарии да там те кто английский так улавливает неплохо там и матерную речь я просил чтобы мне перевели его и человек который переводил сказал что там нет матерных слова слова которая типа была матерная по крайней мере то что он мне сказал он сказал что это не материнство другое значит поэтому я не нашел то матерного слова вот ну вот и поэтому я его оставил если бы там был матерное слово я бы его удалил ну я как бы понимаю чуть-чуть английский супер и спасибо тебе за твое мнение и в этом же контексте в этом же посте смотри я у тебя спрашивал тоже где ты черпаешь вдохновение да вот этот пост уже люди подметили что он взял с источника ну очень не христианского там даже вот немножко на плашке видно скажи у тебя бывает такое что ты берешь вот сами видео с аккаунтов которые но далеки от христианских конечно я сам видео же есть много если бы христиане снимали видео я выбрал только христианские видео и поэтому есть ну конечно есть просто много информации в интернете и очень много и есть разные видео они не на христианских пабликах находится там или в интернете и понятно что я вижу это ну прикольно и я просто адаптирую да я понял вот но этот пост для тебя дорог насколько я понимаю его будет не так легко удалить но здесь действительно вот я одну читал в комментариях подожди я почему ты думаешь что он для меня для меня дорого это не пост для меня дорого это сердце людей и давно там на видео просто этом прям видно не культ не культурное матерное слово на подписи откуда это взято я прочитал в комментариях и смотрю точно есть подожди я вот честно где на плашке там вот видишь она такой еще двигается вот это вот плашечка такая внизу а не видел да я не видел это не что будем делать с этим я не видел этого но я удалил только что удалил да только что видите как каждый реально не честно я тебе скажу я не видел этого потому что я когда делал эту штуку я не видел этого я я тебе верю правда я тебе верю я надеюсь что верят и наши дорогие зрители и мне честно говоря вот я хотел бы подчеркнуть как раз вот то что мне кажется многие думают иначе а я хотел бы подчеркнуть что вот смотри я с тобой общаюсь и ты готов вносить какие-то корректировки да многие считают что вот ты взял свой образ ты прешь как танк тебе все равно что думают люди ты над ними всеми смеешься по факту насколько я вижу тебе действительно не все равно то есть ты для тебя важно и мнение людей это чтобы это не задевало их я веселый но я еще и христианин это очень важно понимать я был на одной конференции там был и спикер и после ко мне подошла девочка говорит меня очень сильно заделать этот пост очень сильно и показала мне там видео я сказал эти реально задевать когда мне очень из-за этого больно я удалил прям при ней потому что я понимаю что ну ну типа шутка не стоит сердце человека если этот чек меня ну со мной как-то подписано меня там общается но это почему я я удалю это просто чем проблема люк когда мне люди пишут они за что они не пишут типа дорогой друг ты очень классный слежу за творчеством смотри здесь небольшой косячок видишь и они пишут и ты короче у сгоришь в аду удаляй свой аккаунт со всеми своими щутками и последняя щутка вообще стой понял и вот так вот много пишет людей и ты типа читаешь такой ну понятно хорошо спасибо я буду иметь ввиду но я как бы уже не реагирую просто на таких людей хотя они могут быть очень конструктивны и при этом еще я устал аргументировать относительно своих шуток некоторым людям я же не могу за все шутки отвечать типа вот это ассоциативный юмор это просто вот так вот юмор это здесь юмор и получается что но вот я удаляю ты мне сейчас говоришь я тебя слушая прислушиваюсь я удаляю очень легко отлично спасибо контексте библии я читал много раз библию постоянно в нее углубляюсь кстати твое отношение к библии насколько ты часто ее читаешь насколько ты вдохновляешься от святой книгой для меня важно не то я же давно и как и ты думаю с богом не то сколько раз ты читаешь библию а для меня важно то как ты применяешь ее повседневной жизни это имеет для меня большую ценность на данный момент потому что когда я только начинал понятно мне нужно было понимать что там вообще есть сейчас я понимаю что для меня важно чтобы это было реализовано моей жизни поэтому я могу одну главу одну главу читать неделю под просто все читаю я смотрю соответствует ли это моей жизни или нет и таким образом стараюсь подтягивать свой характер потому что там написано что ты в библии нашел на тему юмора я тебе могу сказать что там нет конкретно каких-то вот слов что ты смею ну там создай страницу из зала христианина там такого нет библии но мы можем видеть или когда но но при этом мы можем видеть что иисус он был просто относительно своих учеников он с ними кушал с ними общался он жарил рыбку я уверен что ну они же вместе ходили вот смотри а давид назван поклонником божьим ну как якобы да потому что там есть псалмы если бы не было псалмов мы бы не понимали почему бог он так часто давида ну продвигал везде и сравнивал потом с другими других царей с этим человеком есть псалмы где мы видим как давид плачет он смеется он говорит веселиться мое сердце плачет уныние и мы видим его внутреннюю жизнь если мы возьмем иисуса он тоже то сто процентов был поклонник ну именно отца но при этом мы не видим его внутренней жизни потому что нет псалмов иисуса есть псалмы давида если бы были псалмы иисуса мы бы видели но его жизнь еще глубже еще сильнее а ученики видели эту жизнь и я уверен что многие вещи зачем многие вещи как бы есть библии которые снят библии которые были но это и банально я говорю так что если вы найдете место где иисус ходил в туалет и покажите мне его и тогда я скажу вам где находится там где иисус шучу ты прям используешь методы христа слушай в оперирование вот этих вот вопросов смотри приведи примеры я согласен с тобой полностью что прямых текстов нету приведи примеры именно что искажение юмора даст точки зрения юмора в библии нету прямых текстов давай подумаем размышляем есть ли там вот места где можно сказать если на вот тут была шутка какая-то да вот здесь кто-то шутил не обязательно иисус хотя честно сказать у меня есть заготовочка и в направлении христа я увидел этот юмор там вот в твое мнение ты находил такой библии один из который мне очень нравится но даже это не то чтобы шутка но смешно когда иисус воскрес и двое учеников шли по дороге то он подошел к ним и они его не узнали и он начал с ними общаться вот он с ними говорил хотя он мог его сказать это я ребята вы что меня не узнаете это же я он и шел и просто с ними а что там иисус воскрес да кто такой иисус и видно что он с ними ну немножко мне так кажется он их немножко под это подстегивает вот поэтому это одна из вещей вот где вот я увидел что иисус был таким но он он мог ну так пощутить в принципе я тебе может возможно даже подскажу тут там немножко вот на будущее тебе будет интересно думаю нашим зрителям тоже вот я на самом деле в библии немало текстов находил которые показывают что шутка какая-то была например илья на горле на галле на горе кормил илья на горе кормил можно даже скороговорка так илья на горе кормили до 100 процентов он конкретно подшучивает над пророками вала он и там даже это был такой юмор очень острый и в может скажет даже обидные да но он шутил горит давайте там сильнее он заснул ваш там вал бог . что касается иисуса вот смотри давайте поразмышляем он иисус умел общаться с детьми он умел рассказывать детям так истории что они слушать его могли очень долго мы это видим что когда к иисусу подходили люди он проповедовал да то иисус очень интересно говорил и найдите мне хоть одного ребенка который мог бы слушать серьезного занудного дядю хотя бы на протяжении 20 минут навряд ли ну и есть момент когда притча богачей лазаря там вот кому интересно по исследуйте друзья там иисус используя очень много иронии хорошо скажи пожалуйста давай попробуем охарактеризовать вывести вот такие три характеристики качественного христианского юмора ok 3 характеристики да это опыт ты можешь шутить только тогда когда ты хорошо понимаешь тему ты понимаешь целевой аудитории ты понимаешь что ее обижает нам это важно знать что ее наоборот может рассмешить и так это опыт понимание темы что я видел как сейчас же очень много таких создаются людей которые шутят ну да разные там есть христианские веселые паблики посознавались и я вижу где я зрелый человек может быть а где незрелый потому что это видно сразу я не понимаю что я бы так не пошутил силу даже для меня некоторые вещи это перебор тоже бы даже я достаточно христианин в этом плане поэтому опыт это то что очень важно второе это конечно само чувство ну чувство где смешно где не смешно вот это чувство юмора то есть она либо есть либо его нет либо она очень на маленьком уровне ну его нужно еще развивать ну что и третья даже не знаю что это может быть наверное две вот опыт и опыт и понимание юмора супер здорово я бы еще наверное от себя добавил что он должен быть безобидный действительно ну да ну то есть он должен быть должен понимать что обижать что не обижает нельзя чтобы это ты к опыту да ну то есть зрелость вот я бы сказал что зрелость если мы говорим о христианском юморе что если просто брать юмор то они используют все возможные триггеры для того чтобы люди смеялись всевозможные но мы же так не делаем поэтому мы должны знать мы должны быть зрелыми в шутках своих библия говорит о том что от пустословия ты ну не избежишь греха и когда ты много шутишь и бывает таким это у всех людей кто любит шутить они доходят до такой момент что они начинают сидят и не разгонять шутку то есть начинаешь ты разгоняешь 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 потом один момент и как будто вы не туда поворачиваешь а там уже от всего типа привет будем тебя колоть ну типа просто не туда заворачиваешь и дух святая тебя обличать внутри ты понимаешь что не надо было разгоняться так далеко на супер мы подходим к завершению нашего интересной дискуссии я бы хотел несколько текстов библейских зачитать для нас для наших дорогих подписчиков наших зрителей библия много говорит о веселье веселитесь о господи и радуйтесь праведные висе веселое сердце благотворно как врачество а унылый дух сушит кости согласен с этим абсолютно апостол павел пишет радуйтесь всегда в господи да еще говорю радуйтесь филиппе слоники сам он тоже пишет всегда радуйтесь но вот псалмист давид он пишет очень интересно служить а господу со страхом и радуйтесь и радуйтесь с трепетом вот трепет и благоговение как ты относишься к этим понятиям в контексте юмора трепет и благоговение да у тебя есть вот ты тебе присуще это трепет и благоговение страх божий я считаю так как страх божий ты не можешь шутить и я не буду шутить над иисусом христом высмеивать его это непозволительно и я не буду трогать его светить не человеческие святыни которые люди настроили тут и типа это бог такой цветил он ты должен поклоняться так нет а именно больше ценности которые он пишет библии и поэтому ну я не я не смогу это затронуть хотя даже если могу я чувствую где дух святой обличает поэтому но я этого не делаю я не буду выставлять иисуса плохом свете восьми хотя вот понимаешь sorry я сейчас скажу была шутка про иисуса и пиццерию но там типа суть такая что эта картинка была типа пиццерия и бесплатный купон на бесплатную посвящение пиццы пиццы и иисус такой но смотрит обрадовался что ему есть бесплатный купон а потом типа следующая картинка это это же пиццерия закрыта на рождество ну иисус типа грустит ну потому что у него день рождения ему подарили в бесплатный купон а он не может пойти потому что там закрыты и люди когда постели сказали что это богохульство против иисуса но на самом деле если мы рассматриваем иисуса как религиозный образ тогда это может быть богохульство против религиозного образа но если мы рассматриваем иисуса как личность где он тоже кушает где ну это просто может быть смешно потому что он личность он господь конечно он царь но он личность он он так у нас же такие же чувства он же создан нас по своему образу и подобию и в нем присущи такие же чувства как у нас он же не машина там какая-то робот какой-то он он личность это очень важно понимать вот хорошо еще скажи такой момент я слыхал ты говоришь что вообще чувство юмора вот христианина она очень сильно связано с богопознанием вообще вот насколько мое отношение к богу да например как к другу как к отцу или как к царю вселенной вот от этого очень сильно зависит и твой юмор сам скажи какое твое отношение к богу вот кто он для тебя больше вот как друг как отец или как царь вселенной и как это отражается на твоих шутках я могу сказать что я в процессе познания бога потому что в начале он для меня был таким далеким господом который приблизил меня к себе и спас чем больше я проходил true именно в трудностях я начал познавать его сердце как любящего отца который не оставит именно когда я был в трудностях проблемах иногда даже в таких сложных периодах когда мне было очень сложно и когда все никто тебя не с тобой не общается а он близко и ты начинаешь понимать что вот эта проблема для него не нет не преграда и ты начинаешь его понимать уже намного лучше как как отца как друга как не только как царя вселенного и поэтому для меня сейчас конечно он как такая ну любящая живая личность как мой друг как мой отец конечно как мой господь я люблю его но я все еще еще познаю его другие грани ты смотри могу ли я вот для себя например да вот так вот видеть этот момент что человек когда только приш приходит к богу поначалу очень часто он его видит как такого отдаленного которые на него смотрят постоянно следит за и вот как он такой вот царь вселенной который тяготеет над ним постоянно там пальцем ему корица что-то да и этот человек может относиться к христианскому юмору как чему-то такому страшному чего-то чему-то непозволительному но по мере того как он узнает бога как ты говоришь да даст для себя открывает его как кого-то очень близкого как отца своего то он легче себя чувствует в его присутствии имеется ввиду но мы понимаем о чем речь да когда когда им присутствие и для него юмор он уже не становится таким страшным отдаленным от христианства понять то есть я правильно тебе понял да я считаю что это касательно только юмора в целом жизни когда человек понимает кто твой кто для тебя бог раньше допустим я мог осудить человека в своем сердце и почувствовать очень сильно себя плохо я подумал бог отвернулся от меня причина потому что я просто не знаю его лично тогда ну то есть я уже был верующий но сейчас я могу осудить человека я понимаю что бога тюня россия попрошу на прощение но при этом я не чувствую что я прям сейчас вот выдувать сейчас дверь откроется я прям сгорю вот сейчас это все я думаю что это есть путь зрелости почему сердце мудрых доме плача именно потому что именно вот этот плачем делать и мудрым и приближает он дает тебе понимать лучше бога сильнее его юмор то же самое как думаешь у кого больше склонность к юмору у бога или у дьявола я думаю что бог очень добрый юмор очень такой хороший у дьявола юмор деструктивный разрушительный что сам юмор это что это то когда ты можешь насмешить человека и юмор дьявола он пошли юмор дьявола он тоже у него есть однозначно юмор дьявола пошли юмор дьявола деструктивный он тебя разрушает я когда был маленький на меня очень много смеялись меня очень много я был очень зажатый я был очень из-за этого не было куча комплекса потом господь меня освободил от ногу на причина была почти с меня очень смеялись вот так смеялись смеялись из-за этого я начал комплексовать и стал комплексованным но и дьявол и так шутит он шутит чтобы людей вести внутренние шутки дьявола часто построено это вообще типа на образах он пошлая шутка ты уже не просто посмеялся он пошла шуткой а в твоей голове родилась идея заняться сексом с чужой женщиной и или так далее или касательно еще по поводу юмора это деструктивное пошло еще я считаю что такой дьявольский юмор это юмор который размывает грани моим я не шучу так чтобы размыть грани греха то есть если я возьму к примеру порнографию и покажу ее и скажу ну типа какую-то шутку напишу типа ребят ну как когда ты долго смотришь порно и у тебя к примеру там мозоли на руках ну к примеру да типа и шутка и люди такие ха 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 ну конечно скажут кто ты что делаешь я понимаю что я не могу так пошутить потому что эта шутка она грань ну ты порнографию уже она не будет как серьезный какой-то грех который лучше не делать и ну там ли куринуют остальное вещь которая разрушает а это уже будет такой типа можно посмеяться чем больше ты смеешься над этим тем больше ты отодвигаешь вот эти вот грани поэтому дьявол всегда делает так чтобы те вещи которые нельзя делать чтобы мы сначала не учили посмеялись потом они для нас станут проще и потом это легко делали да здорово я вот тебя слушая понял если суммировать тоже то что ты сказал наверное вот бог он смешит и смеется вместе с кем-то да а дьяволом насмехается да очень и это радикальная разница потрясающе хорошо скажи дорогой друг скажи нам веселый христианин и вот пожелаешь что-то классное что-то вот радостное вдохновляющая для наших дорогих подписчиков до наших зрителей ребят все кто нас смотрит если для вас очень странный это нормально самое главное вождь если ты смотришь нас первый раз и ты не понимаешь что происходит я хочу тебе сказать что иисус христос тебя очень сильно любит и христианство это не просто группа сектантских людей которые закрываются дома и поют песни нет это намного шире намного глубже если ты атеист подумай вот о чем два с половиной миллиарда человек сегодня верят в иисуса христа и это и политики этой бизнесмены это и умные люди и к сожалению тоже если группы и люди разные люди верят в иисуса христа не только глупые как некоторые думают что только группы верят в иисуса христа очень много людей и задумайся над тем иисус христос он реальная личность и он может спасти твою жизнь а для всех кто не первый раз и понимает кто я хочу сказать что я люблю всех вас и мое самое большое пожелание это приближайтесь господу потому что у него для всех нас есть очень удивительный и большой план идея вот потрясающе еще хочу сказать что мне очень нравится то что делают вот олег его команда я не просил его это говорит честное слово я говорю сейчас я же говорю он очень крутой мне нравится контент который мне хочется чтобы по крайней мере мне хотелось бы чтобы в христианстве было очень много качественного контента потому что хочется чтобы были качественные видео качественные люди которые умеют нести слово и просто качественные персонажи личности очень хочется потому что к сожалению наш русскоязычный мир в этом плане просел немножко в отличие от англоязычного англоязычном мире ну несмотря на то что там конечно протестантизм это культура у нас это больше субкультура и поэтому там намного больше оборотов набирает и просмотров видео но при этом нам нужно поднимать качество того кто мы и что мы говорим и что мы делаем поэтому олег в этом плане очень круто мне нравится то что вы делаете спасибо большое слушай вот не по сценарию последние до мне так вот я на тебя смотрю вот сквозь эту бороду сквозь эти очки и дреды и вот две вещи еще хотелось бы спросить первое это вот по десятибалльной шкале оцени свои отношения с богом по десятибалльной шкале я могу сказать что это где-то у каждого есть предел совершенства же правда у меня это где-то 7 баллов символ в твоем как бы представлен моем представлении того как это может быть даже может часть прекрасно и еще такой вот вопрос скажи если бы сегодня бог они я сидел здесь на этом стуле и сказал тебе дорогой мой веселый христианин сынок вот все что сейчас пожелаешь у тебя есть одно желание я исполню тебе решать о как здорово чтобы я выбрал да окей одно желание он делает все что одно желание окей извини что не три но вот такая вот вот такой но господин золотая рыбка конечно сейчас скажу одно желание су это так сложно для чтобы вы выбрали вот подумайте чтобы мне сейчас очень как будто вы сейчас реально получу это а кто знает послушай может быть вот тут уже все задумано я бы хотел одно желание я бы хотела где-то целый день один день чтобы иисус пришел я с ним один так как с тобой так чтобы мы целый день пообщались я бы с ним потусил вот один классно классно здорово и дорогие друзья перед тем как мы вот совсем выйдем на финал очку перед тем как мы с вами попрощаемся мы хотим напомнить что разыграем вот такие вот маски а ну дорогой дай мне пожалуйста я всем покажу вот с моего еще с моей еще стороны вот так смотрится это прекрасная маска среди могу я одеть потому что это личная маска нашего друга а вы сами понимаете ли это личные вещи они очень чувствительны и ранимы значит друзья мы разыграем три таких замечательных маски они черные они честно скажу приятные на ощупь плюс здесь еще и написано псалом 90 то есть мало того что вы получаете масс максимальный эффект от ношения такой маски которая стирать также и можно да 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 она многословно многоразовая ему же очень много раз терять да вы еще и заинтересовывайте людей а что за псм 90 вы начинаете тут же евангализировать сколько плюсов так вот мы разыграем целых три таких маски друзья первый получит маску за самый популярный комментарий под этим видео то есть тот коммент который наберет больше всего лайков 2 маску выиграет тот кто напишет самую интересную шутку самую веселую христианскую шутку здесь в комментариях под этим видео также помимо того что получить от маску наш друг веселый христианин он разместит это в своем посте на инстаграм аккаунте и даже подпишет кто ее автор и третьему выйдем и просто рэндом на выберем с со всех комментариях через сервис рэндом . орг и разыграем в прямом эфире на следующей неделе это был подкаст христианский подкаст который я надеюсь вдохновил вас на развитие каких-то ваших идей ваших мыслей мы говорили о допустимых гранях христианского юмора что-то было сказано очень понятно что-то возможно для вас еще пока осталось сокрытым мы общались потрясающим интересным неординарным веселым христианином вы можете подписываться на его инстаграм можете отписываться тебе решать друг тебе решать развивать свой христианский юмор либо держаться от него в сторонке до новых встреч с богом круче